добрый день в эфире кинопанорама с юрием рязаном и в гостях у нас заслуженная артистка россия наталья сергеевна бондарчук а в последнее время мы знаем ее как продюсер и режиссера детских и семейных фильмов здравствуйте здравствуйте и а представьте что вот такой шикарный фильм шедевр не побоюсь этого слова звезда пленительного счастья вышел бы сегодня с большим бюджетом с большими вложениями окупился либо он вот сегодня если он сегодня вышел наш да нет вот нет вот в том-то и тебе но и что вы сейчас даже те извините пародии на американские фильмы блокбастеры вот можно я не хотелось называть пример но я назову я посмотрела фильм дуэлянт огромные средства затрачены там по-моему 7 миллионов долларов или больше великолепные актеры играет вроде бы а о нашем дворянстве 19 века но это чудовищный фильм это фильм о киллере фильм смог смакующее насилие все время там убиваются люди и смакование этой крови и так далее зачем нам россии такие фильмы зачем но он провалился в прокате и тем любезен я народу что чувства добрые я лиры пробуждал где эти добрые чувства да сам александр сергеевич был дуэлянтом но он же шел защитить свою честь и честь жены я же сделала об этом фильм пушкин последняя дуэль и и священник сказал да я бы сам вот эти три дня мучений пушкина когда он умирал с жуткой болью и все и священник сказал я бы сам хотел себе такой кончины какой был у пушкина понимаете вот это то что он перенес и каким он очищенным богу пришел и он прийти успел причаститься он все это это невероятно а тут дуэлянт который извините не убивает людей за деньги и мы должны ему сострадать и мне еще говорят это хороший фильм даун с точки зрения операторского искусства компьютерной графики ну кроме одного кадра когда льется дождь там есть круговая панорама значит на главного героя дождь льется она 2 ни капли и это видно в кадре прям такой вот парадокс вот нас так воспитал сергей герасимов прежде чем вы беретесь что-то делать за чем какие последствия будут от твоего твоей демонстрации твоего фильм зачем ты это делаешь а сейчас и вот и все европейское искусство оно направлено на разрушение мне кажется спастись россия или выйти вперед планеты всей может только благодаря тому что истинные наши ценности православные семейные духовные мы будем не бояться прославлять с экранов самого мощного вида массового воздействия на мозг детей взрослых всей россии с помощью кино я думаю за это за этим будущее и такие фильмы и останутся у нас в нашем сокровищности нашей культуре но я хочу вам слова благодарности сразу хочу сказать что вот даже те книги которые вы выпускаете до цифрах видите и вот тот мультфильм на который так тяжело но все-таки вы работаете и он выйдет обязательно к зрителям это тяжкий труд я знаю это по себе после судьбе моей снежной королевы понимаете когда уже место занято великим американским кинематографом и ты где-то пришвартовывается не знаешь где где вообще тебя будут смотреть но уже общество категорически высказывается против навязанной американской так сказать американского бульона да у них есть очень хорошие фильмы да у них есть великолепные актеры но это все равно навязывание нам стереотипы чужой жизни и можно вы знаете тогда не надо тогда нам не армии не ракет ничего мы внутри изменимся если мы не будем снимать наши фильмы национальные то бесполезно хранить эти границы они внутри исказятся то есть взаимоотношения людей будут те навязанные которые вот-вот со стороны идут то есть мы поддадимся тогда но если так по большому счету тьме разрушению и задачи те кто это понимает несмотря ни на что вот у тебя я извиняюсь нет за гоголь ближайший фильм православный не отнимали уже квартиру где у меня прописаны и я говорю господи ничего плохого не сделал я сделал одну картину о пушкин одну картину о гоголе дайте мне закончить эту картину и у меня была одна копия одна единственная благодаря фестивалю лучезарные ангел который под водительством патриарха и светлана владимировна и они поговорили с министр быть но одну копию наталья можно сделать одну и мне дали купить сделать потом фильм пошел по всем православным фестивалям и так далее то есть идет самая настоящая битва вот битва и ни у кого я думаю господи я с фамилией сергея философия бандурчука я с такой родословный не могу сделать прокат своей картины я где-то на на это со меня никто не возьмет сейчас прокатывать потому что некоммерческий фиг вы понимаете либо мы отстоим это внутри либо тогда зачем нам эти вот сверх оружие может быть причина глубже когда был советский союз у нас была идеология и большие мужи понимали что без идеология невозможно и кино обслуживала задачу но навязывала идеология и было полезно чтобы в россии были крепкие семьи люди были не знаю интеллектуальные знали свою культуру почему-то при советском союзе это было полезно а сейчас у нас как-то был я считаю что временная такой временная эпоха зарабатывать деньги там где можно и в том числе индустрия кино на мой взгляд сегодня это индустрия аттракционов отличный аттракцион вот горки сверху вниз полетела захватила куда-то в бассейн укунулся круто круто деньги срубили срубили а то что люди потом после этого кино пошли на улицу абсолютно безбашенные а государство потом инвестирует извиняюсь тюрьмы инициальную систему вот эти рабочие места создаются как-то вот это не мне кажется почему-то мы боимся сказать что чем у нас стабильнее серьезнее будет идеология патриотизм там культура наша не бывает вообще искусства без идеологии это заблуждение если ее нет в определенность значит она другая любой фильм это идеология любой фильм у них кто побеждает у них солдат который предан сша до какой-то ученый наверное такой вот национальности и значит афроамериканец вот трое всегда до сумасшедшие это это их идеологии и это распространяется уже и на нас а россия то враг посмотрите сколько хлынуло на телевидении на наши экраны антирусских фильмов в основе где американцы значит солдат сражается с кем с русскими как бы они там не назывались но это против и есть только немножко маленькая такая прослойка фильмов где они куда-то на луну там поехали а как русским помогли да так надо все-таки понимать да у нас единый шарик он не такой уж большой наш плане вот дай бог не довести нас до глобального противостояния дай бог нам уравновесить вот эти как бы пока полярные истории но дело в том что и в америке сейчас русских становится все больше и больше они ходят в нашу православную церковь они ходят туда и им тоже нужна вот эта ответка дайте им возможность посмотреть доброе хорошее наше кино во франции центре парижа сейчас наш министр культуры открыл потрясающе там было внутри потрясающий духовный центр вот париж вот эйфелева башня вот здесь вот храм где будет постоянно пребывать наши русские священники и они на замышляли школу сделать но школу не получится из-за политических отношений сейчас поэтому я сейчас извини я по последней что скажу я создаю свою киношколу и мне сергей феорча бандурчука да я создаю очень странно шку я беру 15 человек обычных детей и 15-20 человек с особенностями это аутический синдром или целебрающих которые не могут двигаться но я им даю перспективную вот они могут быть монтажерами они могут впоследствии делать компьютерную графику мы потихонечку будем снимать спасибо у вас сказки очень хорошие адаптированы путевцевать такие вот небольшие руки я поставила себе задачу в крыму меня поддержало правительство крыма там будет создана самая мощная такая школа куда я буду привозить этих детей и на отдых и на реабилитацию и на школу и одну картину в год мы будем делать детскую с ними но профессиональную выпускать пока по схеме как я выпустила снежную королеву отправила письмо всем губернатором сказала год кино примите моя картину пожалуйста снежную королеву вы знаете 55 процентов откликнулся очень положительно спасибо вам за то что вы сняли детскую картину предлагаю вам приехать представить картину и я значит фантомансийские 100 точек было сразу наташа комару наталья комарова губернатор все сделала потом магадане потом в липецке потом это самое и вот по всей стране и вдруг не отвечает мой любимый иркутск где снимала звезду принятого счастья думала но там же дом волконских все письмо от правительства иркутской области спасибо вам за то что вы снимаете детское кино нашим иркутянам это так важно только мы принять вас не можем и картину покупать не может за копейки слушай за копейки и вот не могут боюсь что и с любым мультфильмом православным православной направленности картины ну да есть вот три четыре фестивали есть золотой витязь николая петровича и мы показываем тогда эти фильмы есть замечательный сейчас фестиваль евразийский мост под водительством никита михалкова есть новый фестиваль вот мой друг его основал буквально это называется наш солнечный мир нет солнечный мост кажется так дмитрий харатьян сделал и на следующий год он вас пригласить с вашему мультфильму обязательно но это же фестивали вот крым уже это же правительство того на государственном уровне уже мне точно обещали крымскую киношколу открыть это уже огромное дело да потому что без средств вообще нельзя ничего сделать но к сожалению то есть все равно на все эти начинания нужны какие-то средства а средства так если ты встаешь в тендер по правительственной линии ты дай бог получишь эти средства через год когда уже ты и до должен тут же отчитаться что ты это вот потраченные денежки вот туда ну очень тяжело очень тяжело поэтому вот я обращаюсь тем кто нас сейчас смотрит слушает давайте все-таки создадим мы пока этого не создали ничего не сдвинется фонд детского кино или фонд духовного и детского кино пусть он будет вне министерства культуры министерство культуры может помогать то если она считает нужным если по тендер проходит но какой-то плавучий острову какая-то это самое и создать редколлегию сказать вот чудесный сценарий вот эта сказка вот она о том-то о том-то давайте вместе сделаем это создав такой фонд и потихонечку наращивая я уже знаю все лазили лазичку соответственно как все-таки прокатать фильм и получить но предположим мы получаем миллион рублей прибыльные о мы получили миллион рублей прибыльных так там и 300 тысяч сейчас запустим в раскадровку вот этого фильм а на будущий год то-то тот и так постепенно но что делать но что делать по иначе никак сергина сейчас я думаю нужно именно выжить но лет через даже не через пять час жизнь намного быстрее я думаю через год через два государства посмотрит скажет а кто смог сохранить ростки правильной идеологии идемте и все будет хорошо у детского семейного кино и я думаю россия вспомнит что она культурная страна с серьезнейшим прошлым культурным и нас также будет равняться кстати в том же париже в книжном магазине чуть не половина магазина забита толстой достоевский чехов тургенев как было приятно быть на в париже в центральном магазине и наши авторы просто не а к сожалению в украине сейчас уничтожается памятник александр сергеевич пушкину но это я думаю украина принятие православная страна ну придем придем надо перетерпеть пережить перетерпеть пережить и делать то что мы можем вот вот такой вот такую вот дорожечку проделали и следующие то есть дорогу оселит идущий спасибо огромное у нас гостях была наталья сергеевна бондарчук известная актриса заслуженная актриса россии а сейчас по неволе продюсер и режиссер спасибо вам дать серьезно